Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Мастер Ловушек. Оу, я давно вас жду. Спасибо за то, что помогли мне. А злодей приближается, чтобы украсть мои самоцветы. Установите ловушки и защитите сокровища. Чтобы установить ловушку, нужна манна. К счастью, у нас ее достаточно. Так, вытяните карту, чтобы установить ловушку. Сюда. Отлично, давайте установим больше ловушек. Так, это у нас получается шипы. Сюда ставим. Так, еще видимо нужно нам поставить один пулемет. Да что ж такое-то, а это еще и пила циркулярная. Отлично, так мы справимся с любым противником. А теперь пора начать битву. Как это все будет выглядеть, ну-ка. Ага. То есть у нас внизу сокровища. Тут к нам бегут какие-то хламоны, непонятно. Слушай, это что-то типа Tower Defense. Ну, мне нравится, кстати, такого жанра игры, если честно. Когда ловушками. Так, а что дальше? Нам следующую волну нужно. А, все, я понял. То есть будет следующая волна. Нам дают определенное количество времени, чтобы выставить еще, да? Окей. Битва. Так, а сколько у меня монет? Монет достаточно. Я могу, наверное, вот эту пушку еще поставить. Огнемет. Ух. Жаровня. Блин, я ее немножко не туда, конечно, поставил, по-моему, эту огнеметку. Так, ну что, первый этап пройден. Получили с тобой семь монет. Подтверждаем. И, видимо, переходим на следующий этап. А рядом с вами я чувствую себя в безопасности. А теперь приступим. Угу, потайная пещера. Ну что ж, давай приступим. Что здесь у нас будет новенького? Злодеи меня бесят. Потому что постоянно находят мои самоцветы. Пришлось перепрятать самоцветы поглубже. А теперь давайте попробуем установить ловушку. Если установить ловушку поверх другой такой же, то произойдет синтез, и ловушка будет лучше на следующего уровня. Ага, ну-ка. Отлично. Не забывайте, что при синтезе могут получаться ловушки не выше третьего уровня. Я это учту. А если я вот так, например, сделаю? Второй уровень, да? И можно, наверное... Ох ты, наивысший третий. Давай-ка мы, наверное, вот сюда... Ага, шипы. Еще шипы. Давай сюда, наверное, циркулярочку я влеплю. И... Наверное, вот сюда еще пушку влепим. Тоже до третьего уровня прокачиваем. Опять же ставим шипы. Ну и, наверное, вот сюда еще поставим огнемет. Ну что, давай посмотрим. Три волны, как нам написано, будет здесь. И вот они уже бегут. Копатели, а. Ну-ка. Слушай, ну очень даже неплохо мы их бомбим. Так, минус. Минус. Вызываем, наверное, сразу следующую волну, да? Левел 2. Ага. С некоторой вероятностью при размещении ловушки может установиться ловушка уровня 2. А это что дает нам? Призывает бомбардировщики, которые защищают самоцветы. Увеличивает скорость атаки всех ловушек. Давай-ка вот, наверное, бомбардировщиков возьмем. Ага, вон он, кстати, стоит. То есть он будет защищать наши самоцветы. Окей. Так, идти идут копатели потихоньку. Так, минус. Опа. А их-то здесь уже намного больше идет. Ну, я думаю, мы справимся с ними. Ловушки, ловушки. Кстати, надо вот здесь, наверное, поставить на пилу. Ну, в принципе, и все. Третий уровень получаем, да? Так, противники, несущие самоцветы, постепенно теряют здоровье. Увеличивает атаку всех ловушек. И увеличивает скорость всех ловушек. Давай, наверное, атаку выберем. Ну что, я готов к следующей волне. И это последняя, третья. О, они бегутся по статы. Ну, как ты понимаешь, им ничего здесь не светит. Они даже не доберутся, скорее всего, до наших самоцветиков. Потому что мы их просто... Ох, ничьясяк. Пушка огнемет. Посмотри, как шпарит. Ничтяк. Слушай, а их тут больше становится. Мы заработали какой-то ключик. И я видел, выпал. А как этого... Блин, я не могу ничего сделать с этим бомберменом, который стоит у нас возле Саковича. Так, ну что, друзья мои. Этап у нас пройден. Найден сундук удачи. Ну, давай вот это возьмем. Связка ключей. А здесь 34 монеты. Так, перестать получать подарки. Подтвердить. Ну что, на этот раз он запоет? Ага, вас ждет подарок. Колючие заросли. Забрать, конечно. Забираем. Приближаются противники посильнее. Улучшите свои карты и соберитесь. Ага. Улучшить. Так, ключи заросли. Урон по области и запас прочности. Хорошо. Отлично. Теперь вы сможете отразить любую атаку, кто бы к вам не пришел. Ну, это еще нужно проверить на самом-то деле. Кстати, надо было призы забрать. Там у нас какие-то сундучки. Активный блин. Когда бой начнется, нажмите кнопку ускорения, чтобы побыстрее разделся с врагами. Ага. Все, я понял. Так, давай-ка мы, наверное, вот эту вот пушку поставим. Плюс вот эти вот корни. Сделаем вот так. Корни можно улучшить. Огнемет тоже. Сколько у нас? Оу. А монет-то маловато будет. Так, давай, наверное, сюда вот еще шипы сделаем. Шипы и опять же корни. Плюс пила. Вызываем. Опа. А это кто там бежит первым? Какая-то бутылка, склянка, я не знаю. Пробирка, в конце концов. Посмотрим, что с ней будет. Угу. Вот эти, кстати, корни, они, ребята... Опа. А, вот оно что. Это нам дают манну. Вот что это за бутылочка там летела. Так, ну что, сделаем с тобой пушки. И пилу. Прокачиваем наши пушечки. Так, уровень 2. С некоторой вероятностью при размещении так может установиться второго уровня. Вы получаете манну в начале каждого боя. Противники, несущие самоцветы, постепенно теряют здоровье. Не, давай, ну лучше, наверное, вот это вот попробуем. А вдруг нам повезет, да? Мы поставим свою рушку, а она сразу, хоп, второго уровня. Хотя, я сомневаюсь. Давайте ускоримся, наверное. Смотрим. Или, мне кажется, или они стали поживучи. Нет, наверное, это просто кажется. Да, ну, куда им там... Куда они не дойдут. Так, 251 манна. Выпускает пули при синтезе ловушек. Одна пуля может поразить до трех противников. Ничего себе, конечно, выбираем. И прокачиваемся дальше. Так, интересно, корни третьего уровня будут хорошо бомбить? Я думаю, что очень даже хорошо будут наяривать. Так, давай сюда, наверное, сделаем. И все, манны практически не осталось. Вызываем. Ну, бегут они, да? Супостатые. Корни очень хорошо замедляют противников. Я смотрю, очень хорошо. Поэтому, наверное, нам нужно прокачивать их даже больше, чем остальное все. Опа, это, смотри, смотри, какой-то главарь у них идет. Смотри, он очень крупный. Мы его ушатали. Ну, в принципе, уровень у нас проднен. Это у нас как? Получается 1-2, да? Первый уровень, второй этап. Пружинка. Забираем. Слушай, вот я хотел тут забрать что-то. Создать ловушку. Вот это я все забираю. И это еще не все. Тут у нас вот. А, это нужно посмотреть рекламу. Я пока не хочу этого делать. Активировать пропуск ловушка. Хм, хитрецы вы, однако. А без этого я ничего не смогу. Да, бесплатную награду мне не дадут. К сожалению. Ну, что же. Бонусный сундук. Уровня 1. Нам нужно с тобой собрать еще 14 ключей. Ну, что же. Я погнал тогда дальше. Что мы тут будем с тобой ожидать? Ага. У некоторых ловушек есть очки действия. Они отображаются в виде желтой полоски над соответствующей ловушкой. Атакуя эти ловушки, каждый раз тратят одну очку действия. Ловушки, которые расходуют все очки действия, разрушаются. Но вы можете поместить поверх этой ловушки еще одну такую же, чтобы осуществить синтез и восстановить все очки действия. Угу. Я понял. Так, вначале мы сделаем с тобой вот шипы. Здесь поставим, наверное, циркулярку. Тут огнемет. Кстати, замедляшка, естественно. И поставлю сюда, наверное, пушку наверх. Так, ну-ка посмотрим. Ага, синтез мы сделали. Корни. Шипы. Все, пора выпускать кракена. Так, летит у нас манна небесная, как ты видишь. Она первая попадает в ловушку и, соответственно, он нам накидывает соточку. Отлично. Улучшаем пушку. И, наверное, циркулярку, да? Так, уровень 2. И мы с тобой... Скорость ловушка. Это что? Протяга, ну это я понял. Вы получаете манну в начале каждого боя. Вот это, наверное, выберем с тобой. Манна нам всегда нужна, согласись. Вызываем сразу на бой. Ну, как ты понимаешь, первый уровень всегда легко. Я думаю, что дальше будет, конечно же, все только сложно. Ну, что, что, что там? Опа! Какой-то, ребята, новый вид противника я вижу. Непонятные какие-то пираты, что ли? Так, ну, тем не менее, ключик мы с тобой получили. Так, уровень 3 навыка. Давай, наверное, вот это вот. Выпускает пули при синтезе ловушек. Хотя, подожди, пули я не хочу, ребята. Снайпер. Снайпер постоянно атакует одну мишень. Ну, вот я поставил. А где сам снайпер-то? Я не вижу его. А, вот как. Ну-ка, давай, наверное, быстренько с тобой попробуем, пока есть возможность прокачаться. Так, подожди, куда я? Сюда поставлю. Здесь шипы. А здесь пушку. И, конечно же, огнемет. Ну, шансов вообще у них ноль. Все довольно легко и просто, как видишь. И мы прошли с тобой. Итак, нам, скорее всего, будут постепенно давать все новые-новые ловушки. Так, мы с тобой заработали электробашню. Я, в принципе, уже представляю, что она себя представляет. Отличные новости. Вы уничтожили злодеев, и теперь у вас заработала лавка. Ммм. Осмотритесь тут. Надеюсь, лавка вам понравится. Ну, давай глянем. Тут... Хмм. Бесплатно. Действительно, бесплатно. Так, можно, конечно, удвоить награду, но я не хочу. Также тут можно заменить предметы и получить кучу алмазов. Но, в основном, все идет как бы за рекламу. Случайная карта эпичная. Так, а вот этот бесплатный сундук, но он, естественно, за рекламу. Давай, наверное, глянем. Так, а вот и сундук по итогу. Что же нам здесь выпадет? Ох ты. Давай по одной. Так, корни. Это, я не знаю, валун какой-то. Гильотина. Ага, электробашня и бочка с петардами, что ли. Так, у нас, я смотрю, здесь еще будет какой-то Колизей плюс лаборатория. Ну, это со временем, видимо, да, откроется. Так, забираем здесь награды. И мы получили сундук. Что это такое? Объясни, пожалуйста. Они не пишут. Ладно, а мы с тобой... Так, а миры здесь? Тут еще даже босс будет. И, кстати, сейчас через один уровень он нам и достанется. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас здесь. Ваши навыки с каждым днем все лучше. Вы так умны и настойчивы, мой друг. Возможно, вы уже знаете, но установленные ловушки можно продать. Вы получите 30% от маны, потраченные на установку. Поэтому продавайте ловушки, когда их запас прочности опускается достаточно низко. Удачи! Удачи! Удача нам никогда не помешает. Вот мы посмотрим, что будет, что это за электробашня. Что это за земляной вал? То есть они, скорее всего, его должны пробить, прежде чем продвинуться дальше. Логично? Логично. Так, огнемет. Корни сюда поставим. И, наверное, вот так вот. Я думаю, обойдемся мы с тобой и без этой, как она называется-то? Без пружинки. Вал, посмотрим, как работает. Вот как он работает. То есть они его ломают потихонечку. Я его, наверное, могу улучшить. Ох ты, каменный. Точнее, кирпичный. Кирпичный вал. Ну, мне кажется, что надо... Так, секунду. А вот это что-то за новенькое? Увеличит количество манны, получаемое при уничтожении противника. Вот это вот самое то, что нам нужно. Да и пушк, наверное, надо поставить здесь побольше. Как-то одной маловато. Плюс шипы. Ну что, давай. Блин, это было, наверное... Ох, смотри, 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 какой громозейка идет. Ты гля... Эй, не надо ломать кирпичную стену. Пожалуйста, не надо ломать ее. Он сломает же. Ты посмотри, какой амбал, а. Срочно огнемет. Ё-моё. Жестко, конечно. Но, тем не менее, мы все равно, ребята, его запалили. Ничего ему здесь не светило. Так. Увеличивает атаку всех ловушек. А вот это что такое? Шанс двойного синтеза при осуществлении синтеза. Понял. Появляется ловушка. Давай-ка вот это, наверное, выберем с тобой. При уничтожении определенного. А кто, интересно, у нас определенный... Может быть, вот этот амбал? Так, электробашня. Ты как-то слабо работаешь. Блин, огнемет мне нравится очень хорошо. Бомбим. Давай, наверное, сюда еще пушку поставим. О, посмотри. Один пронера уже почти добрался. Ты представляешь? Почти добрался до моих сокровищ, но мы его подбили. Земляной вал. Забрать. Конечно, заберу. Оставлять я вам здесь ничего не собираюсь. Деньги приносит еще больше денег. Вперед, накопите больше ресурсов. Синий эликсир. Так, забрать. Это у нас за ежедневное посещение. 500 монет. Смотри, на седьмой день нам дадут с тобой тысячу алмазов. Алмазы, я так понимаю, нужны для покупки эпичных карт, а может быть, для улучшения даже. Что это тут за звездочка у нас горит? Угу. Забираем. Шипы и опять 50 монет у нас здесь. Что вот тут у нас такое? Здесь вы можете исследовать и учить полезные навыки, чтобы лучше защищаться от вражеских атак. Для исследований вам понадобятся синие эликсиры. Синие эликсиры можно найти в сундуках удачи. Первое исследование оплачу я. Используй... А, пользуйтесь на здоровье. И в начале игры вы дополнительно получаете 10 единиц манны. Ага. Все, я понял. Ну что, друзья мои, по-моему, нас ждет впереди босс. Давай посмотрим, что он из себя вообще здесь представляет. Земляной вал очень эффективное средство, чтобы останавливать врагов. Вы можете использовать земляной вал, чтобы перегородить врагам дорогу и потом уничтожить их другими ловушками. Так это я знаю. А, тут вот как. Не зря огнемет они поставили, да? Типа показывают, что можно сделать будет. Ну, допустим, сюда я еще и пушку поставлю, чтобы как можно эффективнее их здесь бомбить. Так. Ну что, пора, наверное, вызывать, да? Пора, наверное, вызывать. Поехали. Энергия, правда, есть. Можно еще вот так вот сделать. И шипы. Бегут, бегут, бегут охламоны. Опачки. Пока все идет. А тут здесь пять волн будет, прикинь. Пять волн. Так, мы с тобой получили уровень. И жнец. С небольшой вероятностью противников с низким взрывом забирает сумочный жнец. Давай. Пускай забирает жнец их. Так, а мы с тобой в войну начинаем. Вот они идут пройдохи мелкие. Бегут супостаты. Слушай, мне кажется, что у них здоровье стало побольше. Что-то недалеко слишком добрались. Срочно, срочно устанавливаем все, улучшаем. Все, что можно. Так, здесь шипы. Так, появляется ловушка. Давай, наверное, увеличим скорость ловушек. И вызываем следующую волну. Бегут. Это третья получается у нас, да? Третья волна. Вал улучшим до кирпичного. Так, ну здесь вообще справились легко. Четвертый уровень зарабатываем. И прокачка у нас... Так, а это увеличивает количество маны. Получаем... Да, вот это вот. При убийстве противников. Пушку прокачали. А вот и громозеки пошли. Амбалы эти огромные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Их тут уже много. Ох, ё. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Блин. Ох, огнемет очень хорошо помогает мне. Земляной вал. Нифига себе, какой он у нас стал. Шипы. Нет, не пройдет. Слушай, а вот сейчас будет босс. Судя по всему. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем вот так вот. Сюда поставим... Вот. Наивысший уровень башни. И они уже бегут. Так что ждем. Давай-давай-давай-давай-давай. Ближнец. Жнец забирает. Так, сюда вот. Опа. Да и не пройдете вы. Че вы... Оу-оу-оу-оу. Смотри, смотри, смотри. Этот еще больше. Ё-моё. Ну, мы его, по-моему, все равно, ребят, сейчас уничтожим. Он не пройдет. Да. Он не прошел через мою стену. А мы с тобой открываем сундук удачи. Ну, допустим. И... Так, ну это связка ключей. Подтверждаем. Ключики нам нужны для того, чтобы вот, видишь, да, открыть. Ух ты. Циркулярная пила, но она уже крепится к потолку, а не к полу. И это классно. О нет, наши радары засекли летающий объект. Еще не легче. Идут злодеи. Чтобы разделься с летучими противниками, идеально подойдет циркулярная пила. Так, вот она, да, использовать. Установите ее, и пусть злодей узнает вкус горящего металла. Слушай, а вот тут у нас и гильотина есть. Хм. Дай-ка я, наверное, ее поставлю. Ее можно улучшить, кстати. Прикинь, я прокачиваю до уровня 2. Вот так вот. И могу, кстати, еще, по-моему, улучшить. Да. Так-с, теперь нужно ее использовать вместо, наверное, пружинки. Ну, по крайней мере, мне так кажется. А вот это что такое? Вот информация. Это у нас цветные хлопушки подбрасывают врагов в воздух. Бочка с хлопушками – обязательный элемент любого фестиваля. Но если я возьму ее для использования, то вместо чего? Давай, наверное, вместо вот этого. Потому что это все-таки эпическая карта. И я думаю, что она нам пригодится. Валуны, кстати, тоже можно улучшить. Ну, это запас прочности, как ты понимаешь, у нее улучшается. Так, а вот здесь, наверное, надо взять 30 гемчиков. Так, ну что, награду мы с тобой получили. Я так понимаю, это я получил уровень 2, да? И продолжаю прокачивать валун. До третьего уровня. 968 запас прочности. В принципе, могу до четвертой степени, до четвертого уровня прокачать. Итого уже 1064. Замечательно. Он у нас используется. Вот я думаю, стоит ли вот эту башню электрическую прокачивать. Я думаю, что нет. А вот это, пожалуй, да. Корни, они хороши. Причем противник получает урон постоянно, когда проходит мимо них. Ну, вроде бы, как и все. Хотя, ты посмотри, сколько тут ловушек еще. Ух. Ну что, давай глянем. Так, сундук же еще у нас тут накопился. Ага, 4 секунды подождать. А пока заберем награды здесь. 20 связок ключей. Так, и забираем сундук. Как я понимаю, обычный. Что это? Это, скорее всего, мина. Ну, это пушка, а это гильотина. Так, и опять у нас награды. Так, ну что? Я думаю, пора глянуть. Блин, там сундук, кстати, у нас накопился. Я просмотрел. Теперь вам придется отбиваться как от наземных, так и от летающих врагов. Чтобы прикрыть вас воздухо, я поставлю циркулярную пилу. Так что не стоит беспокоиться. Какой ты щедрый, а? А я тогда буду вот так делать. И заодно глянем, что это за бочка с хлопушками. Плюс вал. А вал, наверное, вот здесь лучше поставить. Так, лучшим. Ну что, поехали, давай смотреть. Ох. Вот она, как бочка-то это работает. Слушай, очень крутая. Мне уже нравится. Нифига себе, она там урон наносит. Зачем продаем? Блин, не успел продать. Давай, наверное, вот это вот выберем. Атаку ловушек. Прокачаем. Слушай, я, наверное, еще одну бочку поставлю такую. Вызываем. Ну да, очень даже прикольные петарды. Наносят массовый урон. Мне это нравится. Летучая миша пускай даже не думает о том, чтобы пройти здесь. Им все равно не светит ничего. Да. Ну, тогда мы с тобой... Что такое? Двойной шанс синтеза. Давай-ка мы, наверное... Устанавливаем ловушку, если что. Вот так вот сделаем. Так, я хотел огнемет прокачать. Все, никак. Руки не добирались. Вызываем следующую партию. Ахламонов. Это, кстати, последний. Слушай, ну бочки. Не зря они эпические. Потому что, ну, тут посмотрите, что они творят. Просто петардами заваливают. А если их еще и прокачать... Я думаю, что урон будет просто колоссальным. Так. Знаешь, что мне напомнила эта игра? В свое время я на канале играл... Как называется? Дум. Чего-то там. Там нужно было защищать... Точнее, даже не защищать... Да, защищать принцессу, Которую хотели освободить. А мы играли за... За злодея. Думслейер? Че-то такое. Вот, типа того, только на минималках. Тут графика немножко попроще. Но... Суть и принцип тот же самый. Так, ну что, друзья мои. Я думаю, что для начала этого будет достаточно. Для ознакомления. Если тебе эта игра понравилась, пиши об этом в комментарии. И, возможно, мы сделаем с тобой вторую, третью и следующие серии. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...